Алло, да, добрый день, я вам звонила, ну когда, когда, ну когда проснула, сразу вам позвонила, не было? А, понятно. А, нет, ну я же позвонила так, чтобы этот звонок, я же там нажимаю на единицу, а там у меня сказано, что вы сбросили этот звонок. А, нет, ну просто когда у меня там на щеку ноль, там за счет абонента позвонить, там единицу нажимаешь. Вот, ну хорошо, у нас что-то там с этим СМТС. Ну да, все великолепно. Да, ну, зато солнышко, дождя нет, зато солнышко, ночью был дождик. Да, да, а я варю кашку, овсяную кашку, зарядочку уже сделала. Да, а сколько я поспала, я же легла в 7 часов вечера, встала совсем недавно. Ну да. Да, ну не все время я это спала, конечно, там подумала, а уже такой массаж, еще такой массаж для лица сделала, такой омолаживающий. Вот. Хорошо, и вам тоже прекрасного дня. Угу, угу. Ну, у нас с вами же ни одна минутка даром не проходит. Это творческая студия, Катина Салмановна Мактул, Сайнфудинг. Сейчас я варю кашку. Мой ноутбук, мой компьютер немножко сегодня шалит. Пожалуйста, не шали, он не записался, не сделала такую зарядочку, такое шикарное видео. А мой компьютер, мой ноутбук не записал это видео. Немножко как-то он решил пошалить. Посмотрим, запишет ли он на это видео. Это такая, в общем, веление, и зарядочка, и веление. Такая вся эротически-экзотическая. И про Олег Дерибаско. Мне сегодня снился. Я вчера, я вчера посмотрела такое видео, что сегодня вещи и сны. Мне сегодня снился миллиардер Олег Дерибаско. О, какое шикарное видео было. Я нырла в водичке, прочитала 90-й псалом к зеркалу о любви к себе. О том, что я такая красивая звезда. Потом зарядочка, потом веление. Ох, мои спальни, на моем балконе. Я все это заснимала, заснимала. Так, официальная кашка. Ах, у меня же я отключила, я жду кашку. А сама же я отключила, потому что я... Все, ну, выключи. Сейчас я их отключу. В общем, безхозяйственные вопросы. Перерывы между съемочками. Это, конечно, мне нужно еще постирать. Знаете, вот я постирать. Я уже положила в мою мастеральную машинку мою одежду, мою эксклюзивную. Ну что, а так я хотела что? Включить съемочку. И я же вчера загрузила огромное количество видео. Не видео, знаете, как там? Когда я снимала мое вот это видео на часа 28, я сказала, что на Инстаграм я загрузила огромное количество видео и фото с Инстаграма Натальи Правдиной и Антона Иванова. Ну, я немножко ошиблась. Я в основном загрузила там фотографии. Так что вот, немножко такая ремарочка. и сказала, что я читаю, как там, читаю с моего ноутбука. У меня, ну, как бы, ноутбуком я заснимаю, это у меня стационарный компьютер. Так что, знаете, такие опечатки. Знаете, такие опечатки, можно сказать, на том видео. Потому что я, как бы, ну, там, я, конечно, больше фото загрузила и Наталья Борисовна Правдиной, и Антона Иванова, чем видео. Так что вот. А так я загрузила на мой страницу ВКонтакте Татьяна Соломановна через Дейфис Мактум Сайфудин, через Дейфиса с Яндекса. Я просто посмотрела, ну, с интернета, можно сказать, отрывки из книг Натальи Борисовны Правдиной, а также Небесная 911. В общем, такой материал, вообще, подготавливала материал для моей студии, творческой студии пастилового мышления, где он с Алмановной Мактум Сайфудин. Ну, а где-то я сейчас, знаете, по, так скажем, по спортивному, зарядочка, по спортивному, как у меня, знаете, вот эта зарядочка, потом это завтрак, кашка, овсяная, с чаем, чайничек уже скипел. Ну, давайте сделаю такой обзор. Как вы тут получаете? Шикарно? А то я делала специальный массаж. Наверное, несколько часов потратила специальный массаж для моей головы, для волос, специальный массаж и специальный массаж для лица, омолаживающий. Омолаживающий. Ну, а о правильном питании мы будем тоже с вами говорить. Ну, что значит правильное питание? Я вам расскажу, ну, я вам расскажу о себе, как я вообще представляю. Ну, у кого нет каких-то, знаете, каких-то этих особых, в общем, этих предпочтений, ограничений. Хотя, знаете, я вам расскажу мои предпочтения. Это не являет, знаете, это не являет рекомендацией, вот. Я просто вам расскажу мои мысли на этот счет. Мысли на этот счет, ну, что давайте к моей странице. Сейчас я поставлю туда, ниже мою, мою этот, мой ноутбук. Мой ноутбук. Что здесь на первом плане? Получились у меня, получились эти штучки на первом плане. В общем, кашка варится, кашка варится и обзор. Обзор «Небесная 911». Я читала эту книжку еще в 2005-м, в 2005-м году. Шикарно. Я хочу сказать, что такая там и медитации, и вообще вот этот вот «Небесный банк». Я там сделала такие вам, выделала. Ну, всю, конечно, книжку я просто посмотрела. Просто посмотрела, в общем, для себя повторяю. И, в общем, для, как скажем, для моей творческой студии позитивного мышления. Позитивным мышлением я занимаюсь с 2002-го года. Вот. По настоящее время. Сегодня у нас 24-е. 24-е число. Ну что, давайте такой быстренько обзор. Сделаем обзор. Читаю, как вы, кто интересуется моим творчеством, моей творческой студией позитивного мышления. Татьяна Солмановна, Мак Труса и Будин. Как на первом плане, здесь у меня зарядочки получились. Ну, в общем, в общем, что. Конечно, нужно, может быть, немножко это как-то вот это убрать. Но у меня, знаете, техника, техника компьютера, лампы, в общем, ничего, да? Обзор. Давайте так вот привязываю, пока кашка варится, потом у меня такой завтрак. А, Роберт Стоун, Небесная 911. В этой книге я попытаюсь доказать вам, что ангелы и феи реально существуют. Это цитата из книги Роберта Стоун, Небесная 911. А еще мы с вами будем изучать денежную уборку. Я вам прочитаю, я даже немножко уже подзабыла. Денежная уборка из книжки Натальи Борисовны Правдины, что когда убираешь, моешь, протираешь машинку стиральную, машинку, стол, полы, нужно это с определенным настроем. С определенным настроем. И у нее это написано, ну, я думаю, что, ну, в общем, просто шикарно. Просто шикарно у нее об этом написано. Это нужно будет почитать. Я это читала в 2003-2004 годах. Вот. И я бы это делала. Нужно еще раз прочитать, записать. Я считаю, что это очень-очень и очень интересно. Так. Роберт Стоун. Книжка Небесная 911. Как обращаться за помощью к правому полушарию мозга. Вот. 1997 год. Куперай, Джонни Штан Стоун. США. Сказка ложь давней намеков. Детцы все любят сказки и верят в них. Когда же люди становятся взрослыми, они начинают относиться к ним по-другому. Считается, что в реальном или материальном мире для сказок нет места. А от мира фантазий взрослому человеку какая польза. Так вот, я вам скажу, польза очень даже ощутимая. Начнем с того, что мир фантазий, мир сказок. Это то же, что философы называют идеальным, нематериальным, божественным миром. Вот. Этот мир источник и основа мира материального, в мире нашей повседневной жизни. Пишет Роберт Стоун. Так начинается его книга Небесная 911. Я хочу предложить вам такую сказку, которая позволяет сделать все остальные сказки были. Как вступить в контакт с Доброй Феей. Я хочу предложить вам такую сказку, которая позволяет сделать все остальные сказки были. Как вступить в контакт с Доброй Феей. Пишет в своей книге Роберт Стоун. Небесная 901. Во Вселенском банке такой камеры нет, потому что банк уже знает, кто вы, у него имеется на вас целое досье. Оно на той странице, которая отводится вам в книге жизни. Ну да. Про Вселенский банк. Это тоже пишет Роберт Стоун. В своей книжке Небесная 911. Дальше я сделала отрывок из книги Натальи Борисовны Правдиной. Я привлекаю успех. Просто я работаю волшебником. Это подзаголовок очередной главы Натальи Борисовны Правдиной. Вспомните, с чего начинаются все волшебные приключения? С того, что какая-либо чудесная сила, да, долгодая рыбка, джин или добрая фея спрашивают героя. Какое твое самое сильное желание? И вот после этого начинаются чудеса. Мы с вами уже полностью определились с желаниями, то есть приготовились к встрече с джином. Не так ли? Тогда вперед. И пусть Божественная правда сияет нам на нашем блистательном пути к победе. Пишет Наталья Борисовна Правдина в своей книге. Я привлекаю успех. Дальше я загрузила вам с Яндекса статью про прима-валерина. Это очень много, так скажем, такая статья про женщин, особенно про модель, которая за 70. Вот ее вопрос. Какой совет можете дать тем, кто хочет, но боится попробовать что-то новое уже в зрелом возрасте? А там это речь о модели Рейна-70. Нужно очень много работать над собой, очень много, каждый день. Быть активным в общении, в стоп-сетях, рекомендует она. Предлагать себя, заявляться на кастинге, вливаться в новые комьюнити, не бояться. Сейчас мир такой, нам старшим сложно. Но этому нужно и можно научиться. Дальше отрывка с книжки я публикую на моей странице Натальи Борисовны Правдиной. Маленькая книжка для большого волшебства. Я меняю ненависть на любовь, нищету на богатство, страдания на счастье, болезни на здоровье, слабость на силу, зависть на доброту, неудачу на удачу, ненависть на дружбу. Да будет так. Ну и, конечно, она очень красиво написала про ресторан, про то, что программу «Счастливый по дням». Да, мой обожаемый муж в белом смокинге приглашает меня Натальи. Мы танцуем, срывая аплодисменты других посетителей ресторана. Ответ заговорить в микрофон. Давно я не видела такой элегантной пары. Красиво. Красиво. А представьте себе, что все это я тоже сначала представила, а затем уже Вселенная осуществила эту мою мечту. Причем все получилось даже лучше, чем я себе представляла. Вселенная любит делать подарки. Пишет Наталья Правдина в книжке, которую я уже отмечала. Ну, идеальный вид. А же надо будет у меня пробежаться более. Надо будет у меня видеокамеру просто направить. Я просто рекомендую немножко боком. Я думаю, я здесь читаю. В общем, мне нужно как-то немножко, наверное, сюда поставить, чтобы это более красиво было. Более красиво я поставила видеокамеру сюда. Так, вот я здесь помешаю. Помешаю мою кашку. Кашку, кашку. Чтобы это еще, знаете, было так вот шикарно, шикарно красиво. Сюда шикарно красиво, буду еще посмотреть, как это, как выстрелить в следующий цвет. Ну, и снизмой я открыла, у меня открыто проветривание. Ну, вот. Удача, богатство, успех, любовь. Это наши ключевые любимые слова. Как пишет Джозеф Мерфи, это самые сильные слова, которые могут преобразовать вашу жизнь. И сами эти слова и понятия, которые они обозначают, обладают определенной энергией, вибрацией. Можно настроиться на волну удачи, и она обязательно вынесет вас туда, куда вы хотите. Это я читаю отрывок из книги Натальи Борисовны Практиной. Еще хотела вам такую медитацию, медитацию «Моя счастливая судьба». Дальше упражнение, ну, это, вы знаете, уже после завтрака, вы знаете, как-то после завтрака. Это звезда ваша, это звезда вашей счастливой судьбы, именно та, при которой вы родились. Пустите ее в свет в свое сердце, наполнитесь энергией этой звезды, почувствуйте, как вы сами начинаете светиться и лучиться сияющим светом. Почувствуйте курсацию своей живой звезды в собственном сердце, ощутите ее ласковое, светлое, теплое в своем теле. А, ощутите, почувствуйте пульсацию своей живой звезды в собственном сердце, ощутите ее ласковое, светлое тепло в своем теле. Дальше отрывок из книги Натальи Правдиной «Вышина штуков звезды». Очень-очень рекомендую эту книгу, очень шикарная, шикарная, шикарная книга, великолепная книга. Да, да, вас там какое-то время не было слышно, наверное, у них, наверное, было отпуск, где-то они уезжали. Ремонт. Там у нас наверху, в общем, да, ремонт. Ремонт занимаются люди ремонтами. Ну что, 16 этажей, в этом 16 этажей человек-свет оставляет после себя шлейф света. На физическом уровне это проявляется в том, что мы не выбрасываем пластиковую бутылку из окна машины. Так что человек-свет оставляет после себя шлейф света. На физическом уровне это проявляется в том, что мы не выбрасываем пластиковую бутылку из окна машины. Это отрывок из книги Натальи Правды. Мы все звезды, мы уважаем священное право других людей светить, переливаться в семи красные, которые изоставляют бесконечную палитру божественной мистерии жизни. Это тоже из книжки Натальи Правды. Любовь всегда была с вами, дорогие мои. Пришла пора делиться ею с миром. Тогда пусть ваш... Тогда путь ваш всегда будет светел и чист. Наталья Правды. Он пьет ее книги. Я еще как выделила красиво. Дальше я публикую ее утреннюю медитацию. Привлечение любви. Рецепция молодости и красоты. Рецепция молодости и красоты. Ну что, кашка. У меня практически кашка сварилась. Я заварю себе чай. Буду кушать. Сейчас еще немножко вот там буду сниму. Ну, мне надо будет уходить в минуточку позитива. Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю, сколько тут сделать этих минуток позитива. Сейчас я посмотрю. 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 Как это здесь получалось, вообще чакра-чакра, я сегодня посмотрела, зарядочку сделала, посмотрела, конечно, нужно не заниматься, знаете, чакрой, нужно заниматься, конечно, что это чакра-чакрой, более активно, более активно заниматься чакрой, заниматься физическими упражнениями, бэлли-дансом, заниматься более активно, более активно, бэлли-дансом, для стекла. Ну что, здесь съемочка была лучше, когда не было здесь, немножко свет падает, свет падает, поэтому они их немножко прикрыть нам, тогда будет более красиво, съемочка тогда будет более красивая. Сейчас я вам покажу, чтобы более красивая была, более красивая съемка, не чакры. Заниматься нужно чакрой-чакрой, пока еще не могут быть небольшие упражнения, конечно, нужно, знаете, болидан, где с вами будет еще такой, в рамках моей студии позитивного мышления, будет такой болидан с Татьяной Салмановной, Макту, с самой студентой со мной. Упражнение болидан я занималась в 2004 году, я ходила на болидан, на танцы живота, на танцы живота, с моей студентой, а другие виды великолепны. И я уже не знаю, как она будет в следующем году, я вам покажу, что это очень интересный. Один в первую очередь, я вам покажу, чтобы я обеспечить Итак, я обеспечу вам, подчищаю, чтобы я не успею, и с кем он виска, и, когда у меня значит все, что, как защита, он может быть неком, он может быть не человеком, Пока, когда у меня есть маленький, Я подумала, может быть, для вас это повторить ту зарядку, что вам сказать, а что вам нужно открыть, открыть. Сейчас я открою. Продолжение следует... Вот так и здесь получилось. Посмотрим. Или пробежаться по моей зарядке еще раз. Показывала зарядку, а для этого я переодела обувь. Я это делала в другой обуви. Я делала это в кроссовках. Зарядку я делала в кроссовках. Сейчас. Знаете, как вот эти вот, которые могут видеть ауру? Я уже занималась зарядочкой и поняла, что если вот так посмотреть мою ауру, знаете, так вот ауру, то здесь будет она, конечно, вот в этом месте немножко вот это. нужно в течение дня заниматься, знаете, и растяжкой, и, в общем, этими упражнениями такими. Ну что, еще раз наклоны сейчас посмотрим. Наклоны... Стало лучше. Стало лучше. Смотрите. Понималась зарядочкой. Я буквально 10 минут занималась зарядочкой. Я это определила по наклонам. Стало намного лучше. Ну что я там делала? 10 наклонов. Потом что? Я делала... Ох, а что мы тут как раз с кофточками немножко как-то у меня... Что с такое произошло-то с моей кофточкой? Ну да, намного лучше. Ну да, теперь зато, видите, могу вам сказать. А так немножко фонила. Фонила, знаете, как-то вот в плечах и вот здесь. Поэтому, знаете, нужно, нужно заниматься собой. Заниматься собой. Спортом. Ну, надо снять перстень. Сейчас я сниму. Я просто еще вот этой зарядочкой, 10-минутной, я занимаюсь, занималась больше 23-х лет. Каждый день. 10 минут, но в течение 23-х лет каждый день. А мне вот будет 20 июня, а 49 лет. Поехали. 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 Ну да, а вообще, конечно, знаете, знаете, как я говорю, что наслаждаюсь, наслаждаюсь собой, жизнью, природой, погодой, свежим воздухом, читаю позитивные книги, мою книгу, читаю книги из моей библиотеки, занимаюсь позитивным мышлением, в общем, мне, понимаете, не камильфо как-то, знаете, как это называется, мне нужно как-то в этом, в таком этом режиме, в режиме, знаете, в этом режиме любви, в таком расслабленном режиме, не напрягаясь, вы поняли, да, не напрягаясь, потому что, понимаете, там какой-то регламент, вот это прочитать, вот так, то есть, я же вам говорила, я, в общем, как-то, мне экспромт ближе, экспромт ближе и наслаждение жизнью ближе. Так что, вот, ну и заснимаю я это для моих каналов, для себя, для моих каналов Ютуба, Татьяна Саломановна Мактум Сайт, вводим на русском, на английском языке, вот, там больше 6 тысяч видео, на каждом видео я, ну, что говорить, и, конечно, для Приморского Суда, Санкт-Петербурга, в защиту моей чистой, моего достоинства, но об этом я уже говорила, так что... Ну что, перейдем к упражнениям для груди, чтобы грудь была красивая, вот такие вот упражнения. Упражнение для груди. Там такая ходьба, такая эротическая, экзотическая ходьба на месте. Вот так очень рекомендую цигун и йогу с Натальей Правдиной. Это можно посмотреть на ее и сайте, и на Ютубе. Так что, вот, она из Турции, я так понимаю, по утрам преподает цигун, йогу. Так. 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 Ну что, что еще? Такие вот движения руками. Слоднее кисти рук. Движения. Еще отжимания. Я отжималась, в принципе, от кровати. Отжималась от кровати. Отжималась от кровати. Живот втянусь. Отжимания от кровати. Ох, такие эротические, экзотические. Отжимания от кровати. Татьяна Салмановна и Махтон Саи Кудин. Правда, приседания я не делала, но я думаю, что приседания тоже нужно. Приседания, приседания нужно делать. Приседания, конечно, не делала. Но думала, что приседания нужно включить. Добавить теперь утреннюю зарядку. Приседания. Вот такие вот дела. Так что вот. Приседания. 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 Продолжение следует... 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 именно для вас правильное питание. Я имею ввиду инженеру, я имею ввиду себя. Я вообще считаю, что нужно питаться 5 раз в день, 5 раз в день. Завтрак, ну, натощак, как говорится, бокал чистой воды. А так вообще, я предпочитала, знаете, органик кофе, органик кофе с 0% милк, органик мюсли, с обычным органик йогурт, мне не очень нравился, с йогуртом, с хорошим йогуртом, фрукты, это клубника или дыня, я готовлю другое, в общем, палитра фруктов, клубники, ну, я не знаю, там 100 грамм клубники, порции, ну, знаете, это чашка, чашка кофе, 100 грамм клубники, они могут, знаете, можно сказать, там килограммами, нет, 100 грамм клубники, сколько там, ну, знаете, небольшая там тарелочка такая мюсли, вот, ну, вы знаете, ведь есть такие специальные, как говорится, если кто видел такие, очень такие красивые, даже специальные для этих, для завтрака, может, два завтрака, по граммам, 50 грамм, 100 грамм, ну, где-то варьируется, ну, немного, вы поняли, да? Одна порция, то есть это одна порция мюсли с молоком, это чашка, ну, полторы чашки кофе, и то некрепкого, 100 грамм клубники, где-то 100 грамм дыни, вот, это завтрак, конфет Курфаева, потом такой брейк на ланч, на ланч я предпочитала тюна, тюна-рол, покупала в органик-шопе такие лепешки, и такую тюну в этих баночках, делала себе в микроволновке такой тюна-рол, вот, такой перекут, потом обед, это маршрун-суп, такой, как говорится, крыми, крыми маршрун-суп, но я предпочитала суши, немножко суши, ну, маршрун-суп, это половина порции, это 100-150 грамм супа, вот, где-то 5 суши с авокадо, салат, вот, тарелка листьев салата, с маленькими черри, черри, с помидорками маленькими, сбрызнутый органик соусом с оливковым маслом, с чесноком, вот, и фисташки, органик фисташки, и, честно говоря, вот только вот, как говорится, горсть, такой горсть органик фисташек, вот, потом, потом что? В зависимости от того, если я ехала на спиритчо-йога, я за 2 часа не кушала, там еще какой-то перекус, потом спиритчо-йога, и после спиритчо-йоги я, конечно, тоже не кушала, я делала такой себе смузи, позже, из клубники и 0% милк, вот. А если я не ехала на спиритчо-йогу, то, знаете, такой ужин, а в этот ужин еще, в этот обед можно включить, или пара больших шримс, как говорится, кукт, как говорится, грыл, грыл, или отваренные креветки большие, пара, 2-3 штучки, или кусочек салмона на гриле, это я купала уже готовой, вот. Ну, а на ужин, если там у нас спиритчо-йога не ехала, на ужин, как говорится, кусочек, 100-150 грамм, этого салмона на гриле, а вот, а еще в этот рацион можно включить, знаете, там такая каша была, как же она называлась, кускус, вот, я вам подарит, говорила, ну, нужно включить сюда кускус, я против этого салата делать, вот эти, знаете, зеленые салаты, вот. В этот рацион нужно добавить еще различные, различные овощи, как, не знаю, там, перец, болгарский перец. А также, конечно, не знаю, там, немножко, в принципе, я бы добавила, ну, знаете, когда такой есть выбор, пришел в органик-шопе, есть деньги, и все такое вкусное, и, в общем, я бы кашу не стала. Конечно, в этот рацион можно еще добавить, конечно, немножко там, немножко вот овсяночки, немножко, может быть, гречневой кашки, но, когда идешь по органик-шопу и с карточкой, понимаете, Bank of America, и понимаешь, что ты можешь купить и вот это, и вот это, и фисташки, и мороженое. А, отдельное, отдельное слово о мороженом, и вот это вот, и вкусное мороженое, хотя 0% мороженое, 0% фэт, я покупала не в органик, в органик там нельзя было купить. Покупала такая зерва, а еще, а, еще у меня перекусы были. Это те, чай я отдельно пила от моих ужина и обеда, вот, я еще пила в перерывах чай с мороженым, ну, там один кусочек, там 100 грамм мороженого, 50 столов мороженого, чашка чая, то есть такие перекусы, так что вот. Там нужно еще включить, обычно я очень любила порцию грамм 100 термесу, вот, в мой рацион включал. Но очень хорошего, в органик шопе, купленного термесу, и, конечно, конфетку Рафаэла, пару конфеток Рафаэла с утра, вечером, и, конечно, еще эти труфели, французские труфели, еще печенье, пара печененок, ну, я просто любитель. Вот. Ну, кто не любит, это я просто о себе говорю. Кто, может, конечно, рыбу не любит, ну, а что мы будем о ком-то говорить? Я просто считаю, что рыба полезна, я рыбу люблю, рыба полезна. Помимо рыбы, знаете, я сейчас сделаю наверх эту штучку, так, чтобы тот более такой яркий свет был. Просто помимо рыбы, помимо рыбы, смотрите, более красивая, просто помимо рыбы, я принимала еще в органик шопе, там можно было купить огромное количество витаминов, и я принимала омега, как там, 6-9, или, в общем, омега, вот эти вот омега отдельно. Вот, и, конечно, еще я еще принимала витамины, это вот это омега, потом витамин С принимала, Так что вот, я могу утверждать такое питание, такой образ жизни, позитивное мышление, чтение позитивных книг, спиритилл-йога, перед спиритилл-йогой я еще полчаса занималась на тренажере, а спиритилл-йога была в спортивном клубе, в хорошем, так что вот, потому что я привыкла с этими, так скажем, упражнениями, на разные группы мышц, и на ноги, и на верхнюю часть, и на пресс, вы поняли, да? Так что вот, спиритилл-йогой я занимала, ну, раза два, наверное, в неделю, раза два. Еще я очень любила ходить, выбирать, искать что-нибудь такое по баджету, красивое в TJ Maxx и Marshall в магазинах. Я тратила, может быть, в неделю, по пять часов вхождения по этим магазинам. Вот Наталья Грейс говорит, что человек, она там посчитала, что, может быть, женщина, в целом тратит огромное количество времени хождения по магазинам. А я считаю, что, в принципе, хождение по магазинам, оно как бы позитивно. Оно полезно. И, понимаете, ходишь, во-первых, ходишь, немножко, знаете, такой ветер, в общем-то, завесочка туда. Во-вторых, это ходьба, потом это удовольствие. Вы поняли, да? Потом это удовольствие. В общем, как там, в моем случае, это поискать, найти, померить, найти что-нибудь красивое для себя. Положительные эмоции. Так что вот. Ну, все, конечно, нужно в меру. Ну, конечно, прогулки, особенно эти вечерние прогулки, там были собаки, в общем, с собаками надо было уделять время. Конечно, я гуляла, конечно, там это дом шикарный, там можно было гулять, и днем, и вот это... А, ну да, я там читала книги, в гамаке, я же вам говорила. У меня был шикарный гамак, и что там она закрыла, эту штучку? Шикарный гамак. Эксклюзивный. Шикарный эксклюзивный гамак, там же это дом, частная территория. Может, я даже не знаю, такое чувство, что там вообще как заповедники, и белки, и вообще с утра рано встанешь, как называется, как они, ну, как называются вот эти вот... Олени, олени, велосию, олени. И зайцы. В общем, такая шикарная природа. В общем, дом среди деревьев. В общем, читала я книги о позитивном мышлении с междунауком, о погоде там, ну, в Коннектику, там погода такая, примерно, как здесь. Нет, там больше, там больше период весны-осени, более теплый. Так что считайте, там с мая по октябрь. С мая по октябрь там можно было спокойно на гамаке. За исключением супер жарких дней. Там были супер жаркие дни летом, под 40. Когда под 40, там, конечно, только дома с кондиционером. Это хорошо, что дома есть кондиционер. А так вообще, знаете, лежать в гамаке среди вот этих деревьев, обозревать шикарный дом, читать позитивные книги. Вы понимаете, да, что прочитать огромное количество книг это мне потребовалось достаточно много времени. с перерывами там, это завтрак, ланч, обед и ужин. Все остальное время я, в общем, читала там больше, ну, побольше 5 часов в день. Так что вот. Я автор книги. Она была Александра Татьяна Юрьевна. Я автор книги. Тайная психология денег, скрета богатства и процветания. Вы смотрите мою программу, одну из моих программ, моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум, Саи Фудин. Немножко сегодня в таком, в таком режиме, знаете, приглашены на мой еще такой завтрак. Ну, я решила, думаю, расскажу я о правильном питании. Кто-то может подумать, она посмотрит моё видео, скажет, как-то она кашу, просто кашу с чаем. Может, она считает, что это как-то полезно, очень суперполезно. Не надо забывать, что я была замужем за американским доктором. Вы понимаете, что американские врачи получают достаточно большие деньги, то есть, жили мы очень шикарно. Вот такие вот дела. Это Татьяна Салмановна плавно переходит к речи для Приморского суда Санкт-Петербурга в защиту своей чести и своего достоинства. Так что вот. Татьяна Салмановна будет рассказывать сейчас вам о кошках, о её любимых кошках. Про спиры, триточки, ру, по цветаниям, по-арабски. И про котика, вася, вася.ком, карта Альфа-банка работает сама. Иса вот интересовался. Где кот? Это, наверное, на балконе. Мы пойдём это на балконе. Я даже не знаю, где это. Это не к чему. Я хотела, думаю, с этого, потом думаю, нет, я уже расскажу вам о питании, в общем, как-то вот это, потому что, ну, кушайте, в общем, рассказывайте о каких-то таких вот это, но, а что делать? здесь как крути-не крути, а то ощутить свою честь и свой достоинство надо. Хотела посмотреть, пишет моя видеокамера на моём этом ноутбуке, или немножко шалить, потому что я немножко пошалила. Сегодня я такое шикарное видео, шикардозное засняла, зарядочка, положительные, как говорится, о велении, читала книжку Марка Элизабет Профитов, и то у меня компьютер мне просто не заснял это видео, просто не заснял. И так долгосерина planting их. И так далее. Чтобы быть, Я уже как-то говорила на одном из моих видео, я собираюсь доказать их вину, если я докажу их вину, я буду просить суда дать им пожительное заключение за их злодеяние. Но мы не будем опережать события, мы к фактам. Татьяна Салмановна имеет высшее юридическое образование. Татьяна Салмановна закончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности правоведения в 1997 году. Татьяна Салмановна и Мактум Саи Фудин на втором курсе на вечернем отделении Римское Пряло преподавал Дмитрий Анатольевич Медведь, бывший президент Российской Федерации. Тогда он был просто преподавателем, кандидатом в юридических наук. Я так понимаю, он, наверное, был уже кандидатом. Но Татьяна Салмановна лично с ним знакома. Татьяна Салмановна редко ходила на эти лекции, а зачет она ему не сдавала. Так что вот, преподавать он преподавал, видеть я его видела, так вот, просто видела близко, но никогда с ним не общалась. Так что Татьяна Салмановна, несмотря на то, что он нам преподавала, лекции я посещала эти редко. Или вообще посещала ли я вообще, посетила ли я его вообще его лекции? Это большой вопрос. Так что вот, и лично я с ним не знакома. Потому что вопросов у меня к нему не было, и зачет я ему не сдавала. Так что вот, я лично его не знаю. Хотя близко я его видела. А то с ним великолепно знакомы, даже как там, с таким восхищением, когда я приехала из Америки, и говорила с моим однокурсником Дмитрием Шишкиным. Дима мне такой говорил, у тебя сохранилась зачетка. Он думал, что я зачет, и это у медведя ему сдавала. Вот зачетка вот эта сохранилась. Мы, наверное, зачетки тебе сдавали, наверное, там, на этот законат или куда, не знаю. У меня зачетка не сохранилась. Он говорит, мы же учились у самого Дмитрия Медведева. Так что если Дима сдавал личный зачет Медведеву, Дмитрию Медведеву, он лично с ним знаком. И он вообще с восхищением, что вот он учился. Да, он просто так был горд вообще по телефону. Так что вот, так был горд. Но Татьяна Салмановна лично знакома с Бондарем, с Аркадием Бондарем, который возглавляет институт НЛП в Санкт-Петербурге. Я там вам отдавала анонс, что я вам скажу, с кем я лично знакома. Мы с ним даже в кафе кушали. Я, знаете, я хотела думать так, я скажу это на моем видео, думаю, как оказалось так, что мы с ним вместе кушали. Вряд ли. Я просто посещала летний интенсив. Вот, я подумала, конечно, сама его пригласить не могла. И как бы вот это, и он меня вряд ли, потому что я как бы, то есть, я думаю, как мы с ним получилось, что мы вместе вообще пошли вообще кушать в кафе. Я думаю, может быть, это получилось так, что я как-то, наверное, к нему подошла с каким-то вопросом. Вот, а он, наверное, сказал, что идет в кафе кушать. И мы как-то, мы с ним вместе пошли, наверное, он шел в кафе кушать, и мы с ним вместе пошли вот в это кафе. Вот. Я так понимаю, что я тоже, наверное, что-то кушала. Ну, мы так это по отдельным счетам кушали. И, в общем, и беседовали мы с ним в кафе, так что я лично с ним знакома. Да? Вот такие вот дела. А так, что Диана Саломановна лично знакома с академиком. Юрий Кириллович, он толстый. Бахин Сакий Владимирович, он спрашивал, он был моим начальником, тоже, да, и правоведение. Когда я пришла, Бахин Сакий Владимирович был моим начальником. Потом на его место уже пришел Антон Саломанович Иванович. А также, знаете, если вам, чтобы точно сказать, значит, честно говоря, Диана Саломановна очень благодарна. Пишет, чтобы я освободила рисковое пространство. Очень интересно. Ну да. Вадим Семенович Прохоров, советский российский ученый, правовед, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель наук Российской Федерации, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета. 89 лет. 89 лет родился он 1 октября 1930 года. Нет, смотрите, его уже нет. 89 лет. 18 сентября уже нет. Родился 1 октября 1930 года и умер 18 сентября 2020 года. Было ему 89 лет. Ну, 89 лет. Я просто тоже с ним лично была знакома. Я просто когда пришла работать машинисткой в журнале правоведения, так что вот, благодаря ему, я в принципе, я училась в школе, как бы я же вам рассказывала, да, благодаря ему, он же как бы вот возглавлял там комиссии, вы поняли, да? Благодаря ему я поступила на юридический факультетное вечернее отделение. Так что вот, я ему очень благодарна, честно говоря. Если бы как бы не он, я бы даже и там, вы поняли, да? Вот, и я с ним лично была знакома, вот. И он поспособствовал, ну, потому что, в общем, как машинистка, это шла машинистка, и журнал правоведения будет работать. Просто Татьяна Салмана сейчас смотрит в Википедии, Георгия Кирилловича Толстого с замиранием в сердце, ему тоже много лет, вы поняли, да? То есть, в общем, у меня очень хорошая, а Юрий Кириллович вообще, в общем, честно говоря, с замиранием в сердце, в общем, вы поняли, да? 24 сентября он родился 27-го года, 93 года. Получается, он жив-здоров. Ну, по крайней мере, мне показывает так Википедия. Потому что благодаря Юрию Кирилловичу Толстому, я же ему говорила, гражданское право надо было сдавать Юрию Кирилловичу Толстому. А сдать гражданское право, в общем, Юрию Кирилловичу Толстому, который поставил на движение, ну, он даже пятерку у меня поставил, я уже вам рассказывала, я вам тоже очень благодарна. Вот если вы не сдали гражданское право Юрию Кирилловичу Толстому, вы дальше никуда не двигались по учебе. А также Татьяна Салмановна Мактун-Сайбудин лично знакома с Николаем Михайловичем Кропачевым, лично знакома, Татьяна Салмановна сдавала советский российский юрист, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, с 21 мая 2008 года ректор Санкт-Петербургского государственного университета, член правления Российского Союза ректоров и ассоциаций юристов России, один из инициаторов воссоздания учредителей, член Российского исторического общества, член Совета по науке и образованию при президенте, лауреат премии юрист года. Николая Михайловича Кропачева, Татьяна Салмановна, сдавала, в общем, даже не помню, что-то по уголовному, то ли уголовный, что он там преподавал, то ли уголовный процесс, то ли уголовный, в общем, по уголовному, да, да, у меня очень хорошие впечатления, я с ним лично знакома, так что вот. Он тоже мне поставил, наверное, знаю на 5, он мне на этом тоже поставил 5, он посчитал, что, в общем, я знаю на 5, у меня очень хорошие у него впечатления, я пришла на канцидер, он уже рассказывал, мне поставил пятерку по этому предмету, я тоже ему очень-очень благодарна, лично знакома. Ну что, туда, туда, на мой балконе, хотя показывает, что не так много, не так много тут места осталось свободного, а как оно здесь могло, не так много места свободного остаться? Ну, давайте посмотрим. Продолжение следует... 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 А здесь дома у меня был котенок, вот тот, о котором спрашивали, Вася.ку. Они сказали, чтоб я налила кастрюлю воды и высыпала корм для кота. Сколько тут есть? Я так и сделала, я налила кастрюлю воды и высыпала весь корм, который там был, пачка корма, наверное. Так что вот, взяла сумку, закрыла квартиру и бригада скорой помощи увезла меня в Скворцово-Степаново, где я пребывала в заключении с 29 июня по начало, где-то там, начало сентября 2020 года. На многих отделениях Скворцово-Степаново переболела там коронавирусом, а также еще была и в этот же период и в больнице в Кащенково психиатрическом. А из психиатрической больницы Кащенко опять направили в Скворцово-Степаново. Телефонному звонку он всячески препятствовал, тем самым обрекая моего котенка на голодную смерть. Чтобы этот котенок вот съел и выпил то, что я вот ему положила. Поэтому спрашивать, где котенок, это не очень корректно. Это Татьяна Салмановна рассказала по фактам. Все как было. Без эмоций, по фактам. Факт есть факт. В защиту своей чести и своего достоинства Татьяна Салмановна для Приморского суда Санкт-Петербурга может предоявить 20 000 видео 2004 года по настоящее время. А также материалы, предоставленные мною для Приморского суда в защиту моей чести и моего достоинства, когда судился со мной Александр Сергей Юрьевич, хотел признать меня недостойным наследником. Мною для Приморского суда Санкт-Петербурга была предоставлена целая пачка документов в два раза. Защита моей чести и моего достоинства. Все суды я выиграла. Я так понимаю, что мы будем опираться на факты, а не на домыслы или кому-то что-то там где-то вот это. Вот такие вот дела. Это моя программа, творческая студия позитивного мышления Татьяна Салмановна Мактум, Сайтубин. Вот такие вот дела. Страница 212-я. Книжки «Куриный бульон для души. Неожиданный взгляд на жизнь». У человека должны быть великие цели, которые хранили бы его от мелких неудач. Чарльз Нобель. Мама сказала, что я не могу играть в бейсбол, потому что недавно перенес операцию и не смогу быстро бегать. Я ответила ей, что не собираюсь бегать быстро. Когда я начну играть в бейсбол, то выгоню всех игроков с поля и смогу бегать медленно. Эдвард Макград. Очень интересно, правда? Меня вообще удивляет эта книга. Я уже не одну тут историю прочитала и, честно говоря, очень удивляюсь. «Стяжись своей мечтой». Я не знаю, может быть, это какой-то американский юмор. Это, честно говоря, мне очень… Это не то, что мне эта история понравилась. Это я просто открыла на какой-то… Это просто очень продаваемая… Знаете, какое количество экземплярской книги продано? Просто очень удивляет. 2012-я страница. Это, наверное, может быть, американский, какой-то вот этот американский суд для души. Хотя здесь один или две истории, пролистав эту книжку в 2004-2005 годах, и вот одну или две истории нашла. Но я все ее не читала. Я читала, знаете, как выборочно. Провал нет. Только временное отступление. Гений – это тот, кто зрит в корень вещей. Лао Ди – древнекитайский философ. Это написано на 272-й странице. Возможно, здесь есть крупицы мудрости, просто я еще их не нашла. Но я их ищу. Если вы заглянете в Моросис в Калифорнии, вы увидите старомодную испанскую плитку. Красный деревянный автомат для продажи газированной воды и 9 обтянутых кожей стульей. Какие обычно стояли на старых аптеках? Странно, да? Но если эти стулья умели говорить, они бы сказали о том дне, когда я едва не потеряла надежду. Так, хорошо. Это что? Здесь такой рассказ, да. Только что закончилась Вторая мировая война, и с работой было очень напряженно. «Боб, мой муж, занял денег и купил небольшую химчугку. У нас было два очаровательных малыша – стандартный дом, машина и обычные выкладки». А, в общем, да, это 272-я страница. Кому интересно, вы можете купить, прочитать эту книгу. Я не то, что рекламирую, что вы покупали. Может быть, кому интересно, тут в интернете это за интернет. Так что вот. А так и хочу сказать, что у меня вот бабушка Щеглова Антонина Мартьяновна прожила, проработала всю блокаду Ленинграда. Прожила с моей мамой, а мама была у меня маленькая, вот, Александровой, с Тамарой Петровной. Бабушка работала, мама была маленькая. И, в общем, они в общем жили, бабушка работала в блокадном Ленинграде. Так что вот. Вот такие вот дела. Я, знаете, просто сказала, вот, ну не будем уточнять кому. Я просто тут на днях сказала, что, вы знаете, вот у меня есть опыт питаться, чем кормят в больнице психиатрической, как там кормят и, честно говоря, в общем, чем там кормят. Я просто поставила под сомнение, что люди в блокадном Ленинграде могли выжать 900 дней блокады на кусочек хлеба. Побывав 2 месяца и потом еще 2 месяца 10 дней в психиатрической больнице, вот, я подставила под сомнение, что можно выжать 900 дней вот на те блокадные, вот эти, на те блокадные кровь и хлеба, вот. Ну, на что мне сказали, ну как же, люди, люди выжили. И на что я, в общем, как-то я так подумала и решила, что они выжили не за счет хлеба, они выжили за счет, и во время войны падали самолеты. Мы, как говорится, знаем такие примеры и мересливые каких-то вот этих вот людей, которые ползли, понимаете. Кто-то просто вот падал и где-то они умирали, а кто-то и падал с больными ногами, понимаете, с перебитыми пол с километра. Вы поняли, да? Это как бы сила, сила воли, сила к жизни. Это, как говорится, знаете, я так понимаю, что те, кто вышел в блокаду, они выжили на своей силе воли, такая была тяга к жизни. К хлебу это, наверное, не имеет отношения. Вот. Вот такие вот дела. Потому что те, кто вот, те, кто вот это ползли и, в общем, это приползали, это была такая тяга к жизни. Это было, в общем, я вот что хочу сказать. А ведь там бомбежки и страх, понимаете. И была же была огромная, и какой-то холода какие были, минус 40 было. Так что вот, какие зимы были. Так что вот, вот такие вот дела. А если прибавить сюда различные болезни, это кусок хлеба. В общем, я поставила под очень большое сомнение. В общем, и, наверное, это вот можно сказать, что это сила. Люди выжили на силе воли. Моя декларация самоуважения. «Будьте собой, все остальные места уже заняты». Уаскар Уайт, философ и писатель. «Будьте собой, все остальные места уже заняты». Этот текст был написан в ответ на вопрос 15-летней девочки, как мне готовить себя к полноценной жизни. «Я – это я». Да, это вот, кстати, такое интересное. «Во всем мире нет другой точно такой же. Есть люди, которые немножко похожи на меня, но никто из них не является моей копией. Следовательно, все, что от меня исходит – подлинное мое, потому что я одна – это выбираю. Я хозяйка всего, связанного со мной, моего тела, включая все его действия, моего ума, включая все мои мысли и идеи, моих глаз, включая все образы, которые они видят, моих чувств, какие бы они ни были, гнев, радость, очарование, любовь, расстройство, выхищение моего рта и всех слов из него выходящих, вежливых, милых, грубых, правильных и неправильных, моего голоса, громкого и нежного, всех моих поступков, совершенных как в отношении других, так и меня. Я хозяйка моих фантазий, мечтаний, надежд, страхов, я отвечаю за все мои победы и успехи, за все свои ошибки, неудачи и ошибки. Я бы сказала так – за все свои ошибки и неудачи, за все свои победы и успехи. Победы и успехи поставив… В общем, страница… Какая страница? Вот страница 106 в книжечке «Учиться любить себя». А, это такое, знаете, под заголовочек «Учиться любить себя». Вот. Поскольку я хозяйка всего связанного со мной, я могу поближе познакомиться с собой. Я могу любить себя и подружиться с каждой из своих частей. Затем я могу добиться того, чтобы все мои части работали в моих интересах. Ох, это уже, знаете, такое вот это вот интересно. Я понимаю, что внутри меня есть явление, которое меня ставит в тупик. А есть и то, о чем я не знаю. Но, поскольку я отношусь к себе дружелюбно и с любовью, я могу смело и с надеждой искать решения проблем и способы узнать больше о себе самой. Как бы я ни выглядела и не проявляла себя, что бы я ни говорила и ни делала, что бы я ни думала и ни чувствовала в настоящий момент, это все я. Это ощущение отражает мое место в данный момент времени. Когда позже я оглядываюсь на то, как выглядела и как вела себя, на то, что я говорила и делала, что я думала и чувствовала, некоторые мои части мне не нравятся. Поэтому я отказываюсь от тех, что мне не подходят и оставляю от тех, что прошли испытания, нам пригодны. Ну, я еще не совсем поняла. Ну, может быть, вы как бы поймете, да? Немножко по-другому надо было сказать. В общем, я читаю как есть. А, то есть, наверное, то, что, может быть, она говорила, ей не нравится эта часть, она решила оставить и быть хорошей. А, ну, это понятно. Ну, значит так, просто написано части. Да, ну, а как, наверное, по-другому сказать? А, ну, понятно, понятно. Я придумываю новое назначение тем частям, которые я забарковала. Я могу видеть, слушать, чувствовать, думать, говорить и действовать. У меня есть инструменты, чтобы выжить, чтобы сближаться с другими людьми, чтобы быть эффективной, чтобы найти смысл и порядок в мире людей и вещей вокруг меня. Я хозяйка себя самой. И, следовательно, я могу себя проектировать. Я – это я сама. И со мной все в порядке. Вирджиния Сатир. Это очень хорошо. Между прочим, вот это, давайте подчеркнем. Я – это я сама. И со мной все в порядке. Я бы так тоже сказала. Знаете, тоже так вот сказала. И, знаете, даже вот в речи для Приморского суда Санкт-Петербурга. Татьяна Салмановна родилась 20 июня 1972 года рождения в городе Ленинград. Закончила 8 классов. Потом я училась в ПТВ-90. Секретаря машинистка со знанием иностранной машины без истинографии. Поступила на вечернее отделение Санкт-Петербургского государственного университета. На юридический факультет. Закончила юридический факультет в 1997 году. Дважды я была замужем за кандидатом юридических наук Макаровым Сергеем Васильевичем. Совершенно недолго, когда у меня было 20 с небольшим. Второй раз я была замужем за гражданина Соединенных Штатов Америки. Четыре года. За Апери Максвеллом Данске. Позитивным мышлением занимаюсь с 2002 года по настоящее время. Я написала книгу, я автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Вот такие вот дела. Была Александрова Татьяна Юрьевна. Я официально поменяла его имя и фамилия в 2018 году. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Я засняла 20 000 видео. Мой live journal. Мою творческую студию позитивного мышления. 20 000 видео. Больше 6 000 видео загружены на два моих канала YouTube. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин на русском и на английском языке. Так что вот. Я занимаюсь позитивным мышлением. Моя творческая студия позитивного мышления. Там огромное количество видео. Моя творческая студия позитивного мышления. Вы можете посмотреть, ознакомиться. Я читаю, так скажем, читаю мою книгу «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Вот. А также мои видео семинары. Видео семинары 2008 года. По позитивному мышлению 2008 и 2009 года. Семинары я снимала в Америке. Также частично я сейчас их переснимаю. Частично. Вот. А также я читаю книги из-за моей библиотеки по позитивному мышлению и смежным наукам. А также рассказываю, обсуждаю книги, философствую и рассуждаю на тему позитивного мышления и смежных наук. Это личностный рост. Это немножко, немножко, знаете, о тантре. Это личностный рост. Это позитивное мышление. Это мотивация. Вот. Вот такие вот дела. Мою книгу «Тайная психология денег. Секрет богатства и процветания» я написала, изучив и вообще опираясь на такие книги основателей позитивного мышления, как Норманд Винсон Пилл, Джозеф Мерфи, Депак Чопра, Джон Кеха, Роберт Стоун, Тони Робинс, Наталья Правдина, Бода Шефер, Александр Свияш и некоторые другие. И прошу заметить, среди этих имен это, ну, сказать, что миллионеры – это богатейшие и известные люди. Также на моей странице ВКонтакте Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сайфодин через дефис, пишут это на русском языке. Я выкладываю с Ютуба огромное количество видеоматериала по позитивному мышлению, в том числе и вот эти авторы, которых я уже, смотрите выше, о которых я уже сказала. И также некоторые отрывки тоже вот книга и Натальи Правдиной, и Санлайта, и Инжон Накеха, и других. В общем, в рамках студии, творческой студии, моей творческой студии позитивного мышления. И аромат, и аромат, и т.к. Продолжение следует... Продолжение следует... Очень откровенно я могу ответить на любые вопросы, мне скрывать нечего. Так что вот... Я засняла огромное количество видео, в том числе, как я уже сказала. Рассказываю о себе, очень достаточно откровенно о себе, о своей жизни, как я жила, как я живу, с кем я была знакома, с кем я знакома. Так что вот такие вот дела. Также я практикую актерское мастерство, огромное количество видео я засняла. Я пишу помимо творческой студии позитивного мышления, я еще занимаюсь различным творчеством. Ну, об этом вы можете посмотреть на моем влайф-джурнале. Коллекционирую старинную мебель, мебель, которая, как говорится, предметы бытые, а мебель, которая мне нравится. У меня коллекция зеркал, стульев, в общем, картин. Я занимаюсь творчеством, дизайном. Хочу быть актриской, певицей. Интернет дает огромные возможности для этого. Можно себя, если ты, например, обладаешь голосом уникальным, в общем, спеть песню, выложить в интернет. Ты будешь, наверное, известным, если ты обладаешь каким-то уникальным даром, или ты, например, пластичен, или у тебя голос шикарный. Как бывает, ищем таланты. И такие вот дела. Также у меня там в проектах несколько книг, книжка для детей. Вот, и различные, различные, различные проекты, различное творчество. Но это помимо творческой студии позитивного мышления. Но в настоящий момент, в настоящий момент, я, в общем, так это достаточно, наверное, в рамках моей, теперь, наверное, в рамках моей творческой студии позитивного мышления, я буду как-то так вот плавно, постепенно еще знакомить также с моим творчеством. То есть, это войдет в мою, как бы, вот-то студию, творческую студию позитивного мышления. Так что вот с вами была Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин. Это моя очередная передача, моя творческая студия позитивного мышления. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин.